Социальный эксперимент номер два. И снова испытаем действие. Могут ли бойцы АТО воспользоваться своим правом бесплатного проезда в транспорте? И снова задействуем метод скрытой камеры. Мы проехали несколько остановок от конечных на трех популярных городе маршрутах. Участники нашего эксперимента подсаживались на следующей остановке, предъявляя удостоверение участника АТО. Первым был рейс развилки на Днепровском шоссе. АТО. Но согласно решению исполкома 18-местной маршрутки одно льготное место. Согласно решению исполкома, исполкома, аточники ездят бесплатно со вчерашнего дня. Да никто нам этого не трактовал. Всему оплативший поезд не получает билет. Вторая маршрутка СУЗ города едет в сторону 129-го квартала. Бойцы показывают удостоверение. Водитель молча кивает. На третьем маршруте с площади освобождения в сторону 5-го заречного водитель немного подискутировал с бойцами. Но все же повез дальше. АТО. Знают о своих законных правах. Попутно в салоне маршрутки бойцы АТО рассказывают о них пассажирам. Как раз едет молодая пара. Глава семьи Дембель. Третьей волны мобилизации. За несколько дней ситуацию с бесплатным проездом АТОшника маршрутка города существенно улучшить не удалось. Но все же положительные изменения есть. Глядя на то, как мы сегодня проехали, закон выполняется наполовину. Так как вы сами видели, что на некоторых маршрутах при звонке перевозчику утвердительного ответа водитель маршрутки не получал. И поэтому возникали конфликты. По словам военнослужащих, закон работает со скрипом. Водители под любым поводом стараются не везти бесплатно тех, кто воевал на востоке нашей страны. Александр Фифилатев, Максим Пономарев, Первый городской.